Я шел по улице Мурусалима. Смотрю, толпа проходит мимо. И спросил прохожего, куда идете? Ведь Пасха скоро, праздник ждете. В горе Голгофе мы идем и преступника туда ведем. Да, банчика-то будем распинать. Приказ Пилата надо исполнять. И вся толпа распни, кричала. Евреям было крови мало. Распни, распни, народ кричал. А один с крестом тогда молчал. За что его хотят распять? И за кого он должен умирать? Людской поток прошел мимо меня. И я услышал голос, за тебя страдаю я. И смерть сейчас приму. Твое неверье причина есть всему. Я оглянулся, головой укрутил, искал того, кто это говорил. А вокруг не видел доброго лица. Распни, кричали люди без конца. Подумал, померещилось мне это. Ну, было жарко. Словно лето. А может смертью он заслужил? Один прохожий с кем-то говорил. Я прислушался. Стало ясно, что смертью он заслужил совсем напрасно. И я к толпе тогда пристал. Внимание на себя не обращал. Я оказался с осужденным рядом. Он обратился ко мне взглядом. И во взгляде не было укора. Я не забуду сего взора. Хотел я крест нести, помочь. А солдат кричит, иди ты прочь. Я вижу, что ты римский гражданин. А крест понесет еврея один. Он вырвал из толпы мужчину. И крест взвалил на его спину. А на того, кого вели казнить, плевали, били, не давали пить. Я из толпы вырваться не мог. Усталость страшная валила с ног. А ему снова дали крест нести. И шепчет он, дай чашу донести. Подумал, что за чашу он несет. И на заклане так безропотно идет. И снова слышу, за тебя на смерть я даю всего себя. Ну что я? Ну самый грешный из людей. Ну почему в душе моей слова звучат как приговор? Как надоел мне этот разговор. Я отогнал все мысли эти. Ну что мы маленькие дети? Был суд. Наверное, доказали его вину и наказали. И вот прошли субботний путь. Преступникам не дали отдохнуть. Я оказался рядом со крестом. Не знал, что буду разговаривать с крестом. Не знал, что сын он Божий. Я-то думал, что прохожий. Не знал, что совесть будет мучить. Небосклон закроет тучи. Поймал я, помню, взгляд Христа. Все стало сразу на места. В толпе я понял. Он мне говорил о том, что смертью меня простил. И на кресте меня должны распять. А он пришел мне избавление дать. И оказавшись рядом со крестом, спросил Иисус, а избавление в чем? Зачем позволил руки пригвоздить? И ноги почему свои отдал прибить? Зачем ребро твое понзили и уксус желчу подносили? Зачем венок тебе надели, страдания уже не надоели? Ну зачем разбойников просил? О помощи отца не попросил. Зачем? Одежду с тебя сняли. И ни за что. При всех распяли. И в муках отвечал тогда Христос. Зачем ты задаешь мне свой вопрос? Ты думаешь о том, о чем я не хочу? Вот потому на обвинение молчу. У меня есть чем заступиться за себя. А я страдаю. Ведь люблю тебя. Я руки дал кресту прибить, Чтоб меньше мог руками ты грешить. И ноги твои мои к древу пригвоздили, И греху, чтоб твои ноги не ходили. Пробить позволил ребра я свои, Чтоб сердцем мысли уберечь твои. И голову пробил венец из терна, Чтоб сеял в мыслях жизни зерна. Одежду люди с меня сняли, Чтоб жизнь твою вы обновляли, А желчь я с уксусом не пил, Чтоб ты без боли долго жил. Прости с креста я произнес, Чтоб ты прощение в жизнь принес, Я чашу до конца испил и все грехи твои простил. Такой вот получился диалог. Происходящее повергло меня в шок, Свершилось, помню, сказал он, И тьма покрыла небосклон, Когда тьма на небо легла, Людей тоска тогда взяла с голгов, И помню, уходили, И сильно в грудь себя мы били. За что распяли мы любовь? За что на детях наши кровь? Вернулся я в Иерусалим, Одним желанием томим, Увидеться хотел с царем, Чтоб поговорить, Чтоб с ним вдвоем. Я знаю, что ты руки умывал, Так почему Христа не отпускал? Ведь зависть, Ведь предали Христа, Досталась доля тяжкого Христа. К нему меня, конечно, не пустили, А казни во дворце почти забыли, И только тень с голговского креста Напоминала о страданиях Христа. Пошел я вдоль Иерусалима, Распяли здесь царя Салима, И как набат слова Христа Звучат с голговского креста. Я это сделал. Всех любя. Я это сделал. За тебя. Аминь.